Все правила ведения бизнеса определяются экономикой государства. Основной функцией каждой компании является получение максимальной прибыли от своей деятельности. Но прибыль облагается налогом, так какой размер налога на прибыль вы узнаете из этой статьи. Как гласит Налоговый кодекс Российской Федерации, все компании, зарегистрированные в РФ, должны удерживать со своей выручки налог на прибыль. Прибыль – это разница между доходами и расходами. В нашей стране налоговая ставка составляет 18%, а это очень тяжелая сумма для бизнесменов. По состоянию на 2016 год, наша страна занимает 10-е место в европейских странах по размеру налога на прибыль. Налоговые ставки основных европейских стран в процентах. 1. Венгрия – 27. 2. Исландия – 25,5. 3. Дания – Норвегия – Швеция – 25. 4. Румыния – Финляндия – 24. 5. Греция – Ирландия, Польша – Португалия – 23. 6. Бельгия – Испания – Италия, Латвия, Литва, Чехия – 21. 7. Австрия – Белоруссия, Болгария, Великобритания, Голландия, Молдавия, Словакия, Словения, Украина, Эстония – 20. 8. Франция – 19,6. 9. Германия – 19,10. Мальта – Россия, Турция – 18,11. Кипр – 17,12. Люксембург – 15,13. Швейцария – 8,14. Лихтенштейн – 7,6. Что такое налог на прибыль? Чтобы правильно указать размер налога на прибыль НДС, нужно знать свои доходы и расходы, то есть правильно вести учетную политику фирмы. Данная информация должна отражаться в экономическом регистре предприятия. Кроме того, каждый налогоплательщик имеет право на получение социального вычета по налогу. Одним из методов введения учетной политики является кассовый метод. Данный метод используется, если выручка компании за квартал не превышает 1 миллиона рублей в течение года предшествующего отчетному периоду. В кассовом методе доходы отображаются на дату поступления, а расходы по мере убытия финансов со счета фирмы. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Материальные ценности отображаются в расходах на моменты их реализации или перехода в производство. Основным моментом начисления НДС является то, что налог отображается на момент существования доходов и расходов. Расходы могут быть прямыми и косвенными. Прямые расходы. Затраты – это фонд оплаты труда, материальные затраты, амортизация, затраты на страхование. Косвенные расходы. Затраты – это прочие расходы. Теперь о доходах, ведь в основном размер доходов влияет на размер налога на прибыль. Ниже указаны основные принципы отражения доходов в учетной политике компании. 1. Дивиденды. Указываются по дате отражения в расчетном счете. 2. Доходы от аренды. На дату, установленную в договоре аренды. 3. Доходы от получения имущества. По дате в акте приема-передачи имущества. 4. Доходы от заемных средств. На дату прекращения договора займа. Все правила начисления и размер налога на прибыль подробно описаны в Налоговом кодексе Российской Федерации, который необходимо изучить бизнесмену. 5. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. 5. Мои налоги. Друзья, 26 мая я получил такое письмо из налоговой. 6. Письмо с 26 мая. Жду подтверждения на субсидию. 7. Сегодня 12 июня. 7. Помощь не получил. Вместо этого пару дней назад прислали такое письмо. Это, конечно, очень приятно. Не нужно будет платить налоги за второй квартал и страховые сборы. Но хотелось бы материальной помощи в пандемию, как в Европе, США и других странах. Интересно мнение владельцев бизнеса. Вы что-то получили от государства. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.